Всем привет! Сегодня у нас вот такой эксперимент. Пробую снимать на свежем воздухе, на природе. В общем, посмотрим, как получится картинка, звук. Возможно, я продолжу пока лето снимать здесь. Здесь очень приятно, по крайней мере для меня. Надеюсь, картинка для вас тоже будет хорошей. Итак, сегодня у нас видео, уже популярное на YouTube. Многие бьюти-блогеры снимают это. 20 продуктов от 20 брендов за 20 минут. У меня 20 не насобиралось, вернее, как они насобирались, но как-то так у меня получилось. Я начала формировать, и у меня получилось 10 продуктов от 10 брендов. И плюс, как-то так вышло, получилась сразу бюджетная косметичка из самых крутых продуктов, которые есть у меня. Ну и вообще, я считаю их лучшими у этих конкретных бренда. Ну и так, давайте начнем. Уже не терпится вам показать мое самое любимое. Вот такая корзиночка у меня насобиралась. И сейчас я вам покажу. И начнем тогда с тонального крема, по мере нанесения на лицо. Из тональных основ, из самых любимых. Я пока в поиске, я ищу и не нашла. Люкс Визаж у меня был сиси-крем. Я его просто обожала, просто люблю его до сих пор, горячей любовью. И он остается для меня лучше. Он у меня закончился, и мне надо его обязательно обновить. Я обязательно его обновлю. Просто поверьте, у него средняя покрывная способность. У него полуматовый финиш. Не глухой матовый, полуматовый. И при этом он прекрасно наносится, не западает в поры, прекрасно ложится. Ну, как сиси-крем, только он действительно очень хорош. Из всех сиси и биби-кремов, которые я пробовала, он действительно лучший. И действительно хорошо смотрится на коже, и еще и подстраивается по нее. Вот, это первая из белорусского бренда. Люкс Визаж сиси-крем. Он действительно очень и очень крут. Идем дальше. И здесь у меня уже будет консилер. Консилер у меня будет от Арт Визаж. Я действительно его обожаю. Он клевый. Он очень похож на консилер от Клоранс. У меня в 01 оттенки, и оттенки тоже схожи. Он действительно тоже очень классный. У него средняя покрывная способность. Его тоже можно не припудривать, в отличие от Клоранс. Клоранс все-таки дает такой финиш, который обязательно надо припудривать. Этот нет. У него тоже полуматовый финиш, который я не припудриваю. И он мне никуда не западает, не девается. То есть без припудривания он нормально держится. Единственное, у меня вот здесь как-то лопнула упаковка. Пришлось ее как-то заделывать. А так, в целом, сам продукт действительно очень крутой. Я знаю, у Арт Визаж есть еще классные гели. Есть еще базы. В общем, тоже есть классный качественный продукт. Но для меня вот это самый лучший. Идем дальше. База под тени. Никс Профит. Знаю, у них классный клей для глиттера. И если бы он у меня был, я бы включила его. Потому что он действительно крутая вещь. Вот как типа Дюралайн от Инглот. Неповторимая. Да, многие пытаются подделывать. Но все равно Никс клей для глиттеров. Он пока на данный момент самый лучший. Но у меня вот эта многофункциональная база. И она со всеми тенями, в принципе, хорошо работает. Она немножечко подлипает. Поэтому, если ее там в нужный участочек добавить, даже можно использовать как базу для глиттера. В принципе, я так и делаю. В общем, она такая многофункциональная. Я ее за это очень и очень люблю. Идем дальше. Здесь у меня Vivienne Sabo. И у Vivienne Sabo тоже сейчас очень и очень много продуктов, которые все любят и хвалят. Но для меня самыми лучшими, это, конечно, остаются. Это вот эти карандашики для бровей. Они действительно классные. Действительно, такие закос под люкс, под Адостасию Байерли Хиллс и другие бренды мировые нашумевшие. Он действительно классно прорисовывает. Как волоски, так и полностью можно бровь закрасить. То есть, в общем, действительно тоже классный и стоящий продукт. Следующие у меня будут румяна. И румяна будут, отгадайте, от Bourjois. У них действительно классные румяна в нескольких оттенках. Есть также продукты, которые у них тоже очень классные, очень нашумевшие. Помады хвельветовые. Потом Healthy Mix, сосново-тональная. В общем, есть продукты стоящие. Но для меня Bourjois всегда ассоциируется именно с румяшком. У меня в оттенке 16. Они такого кораллового как бы цвета. Очень красиво, шелковистые, нежные. Единственное, они могут запекаться. Поэтому я использую для них вот такую кисточку. Немного пожестче. Либо убираю это за печенье. В общем, меня это не смущает. Потому что смотрятся они красиво очень. Ими приятно пользоваться. В общем, румяшки от Bourjois. Это класс. И давайте пойдем дальше. Дальше у меня будут бронзер. Бронзер я, наверное, ты чуил во всех видео. Это бронзер вот такой вот от Faberlic. Помимо его красивой вот этой вот золотистой люксовой такой упаковочки. Вот очень классная здесь составляющая. А именно сам бронзер. У него такие вот как бы полосочки светло-коричневые. Но это видно, да? Что я им пользуюсь. Он мне практически уже начинается затираться. Начинается стираться. Я его очень люблю. Он сияющий. Сразу скажу, не матовый. И в зависимости от цвета кожи. Ему по-разному можно использовать. Если у вас светлая кожа, это, конечно же, бронзер. Чуть вы подзагорите. Можно придавать сияние всему лицу и всему телу. И если вы сильно загорели, можно его вообще использовать как сияшечку. Подсвечивать те веста, которые вам необходимы и нужны. В общем, бронзер от Faberlic. Если честно, если брать сам бренд Faberlic, вот из этого бренда, наверное, вот только бронзер мне так вот горячо запал в душу. И только он мне нравится. Других я пока средств припомнить не могу. И давайте пойдем дальше. Поговорим о тенях. И тут у меня будет Essence. Это тоже очень классный бренд. Все его знают. И там тоже есть стоящие продукты. А сейчас вот так вот могу вспомнить. У меня классный именно тушь, гель, не знаю, как назвать, для бровей. По-моему, тушь для бровей я и пользуюсь. Она действительно очень классная. Но у меня, я выбрала, это Essence однушки. Вот такие Melted Chrome. У меня это в оттеночке 02. Это такой вот красивый беж. Единственное, они, конечно, очень большие сияшечки. И они такой, у них праздничный вариант, вечерний вариант. Они действительно очень классные. У меня есть тени многих брендов. И они не уступают мировым брендам. Очень классно сияют. Не так деликатно, может, когти, но действительно очень стоящие. И давайте пойдем дальше. Опять тени и бренд Evelyn, Evelyn, как кому удобно. Но тут есть где разгуляться. Действительно стоящий бренд. У меня есть средства для ногтей, которые мне от них нравятся. Также у них были как-то матовые помады. Может, они и сейчас есть с карандашиками. Тоже их все хвалили. Тональная основа их замечательная, великолепная. Которые тоже все любят. И хвалят. Но я прикупила один продукт недавно. И он запал мою душу. Мне есть чем сравнивать. Это вот такие тенюшки от Evelyn. Это у меня Sunrise палетка. 0,1. Она крутая. Я ее просто обожаю. Я ее попробовала. Здесь можно создать бордово-фиолетовые оттенки, нюдовые оттенки. Они прекрасно пигментированы, прекрасно тушуются. Даже вот, казалось бы, этот желтый такой цвет, казалось бы, бесполезный. Но я им прекрасно растушевываю. То есть, если мне где-то я сделала пятнышко или где-то переборщила, я беру на кисточку этот цвет. И он создает прекрасную, великолепную тушевку. Его тоже очень люблю. Подробно об этой палетке я еще буду рассказывать. Но поверьте мне, у меня есть Anastasia Beverly Hills, у меня есть Tarte, у меня есть Colourpop. Я пользовалась палетками Zoeva, Inglot. Много теней перепробовала. И они действительно стоящие и не уступают этим брендам. Даже по стойкости я могу сказать, что они более стойкие. Они не скатываются. Они начинают исчезать там в конце дня кое-где. И то у вас, если у вас жирная века. Так, стойкость у них. Вот такая великолепная. Очень мне понравились. И идем дальше. Это бренд Maybelline. Вот такие две туши у меня. Это Lash Sensational. Я обожаю. Обожаю щеточку. Обожаю вот этот вот коричневый цвет. Это вот новинка. Действительно классный. Действительно делают бомбические ресницы. Я могу их наслоить от легкого к более драматичному и насыщенному цвету. Я великолепно с ними справляюсь. Здесь прекрасно они работают, не осыпаются, не отпечатываются. В общем, у Maybelline тоже есть классные продукты. Это их и стойкие помады. И консилеры, и пудры, которые вот эти Fit Me все их хвалят. Есть. Но для меня Maybelline это вот эти вот две малышки. Я их просто обожаю. И эту тушь не променяю ни на одну другую. И напоследок это бренд Catrice. Здесь тоже есть где разгуляться. Это хороший бренд по хорошим ценам, приемлемым и приятным. И у меня много есть продуктов от этого бренда. Недавно я купила фиксатор для макияжа. Он тоже очень хорош. Но для меня это будут вот эти масла. Это единственная помада, бальзам, масло. Называйте как угодно, которая у меня есть в двух оттенках. До этого у меня не было ни одной помады, ни одного масла, бальзама, блеска в двух оттенках. И я бы еще взяла один и выкинула все свои помады. Я не очень люблю пользоваться помадами. Сразу признаюсь, я люблю вот такие варианты, которые ухаживают и увлажняют, прекрасно держатся, не липнут. Они в носке, они просто великолепные, очень и очень комфортные. Я их просто обожаю. Вот и все продукты, которые я хотела показать. Надеюсь, удалось уложиться в 10 минут. Но если нет, извиняйте. Я могла бы еще рассказать о бюджетных продуктах. Возможно, я что-то упустила. Там базы под макияж, какие-то средства для бровей, гелий, помадки. В общем, много еще о продуктах, о которых дополнительно можно было рассказать. Если вас интересует какой-то бюджетный продукт, вы обязательно задавайте мне этот вопрос в комментариях. И я напишу, на мой взгляд, какой самый классный бюджетный продукт в этом сегменте. А на сегодня это все. Приятного вам дня и всем пока-пока. Ну и так, давайте начнем. Продолжение следует... Продолжение следует...